Давай. Сейчас я покажу, как я пересаживаю детки стриптокарпусов на фитиль. Это уже достаточно крупная детка. Корни уже отлили на стаканчик. Даже видно очень хорошо. Собирается она уже цвести, поэтому как раз пришло время ее пересадить в горшочек побольше. Что нам для этого нужно будет? Ну, естественно, сам горшочек. Примерно вот он на сантиметра полтора больше диаметра вот этого стаканчика. Фитилек. Для этого я беру обычный такой вот капроновый шнур. Он продается метражом в хозяйственных магазинах. И если ничего подходящего вы не нашли, то можно использовать обычные колготки старые. То есть примерно такой же длины отрезаем кусочек. Они сами по себе закручиваются. Тоже можно использовать. Я ни разу, честно говоря, не пользовалась таким. Но говорят, что тоже эффект такой же хороший. Так, нам необходим сам стакан, в который мы будем ставить горшочек. Я уже налила сюда немного воды с удобрением. Чуть позже скажу об этом. Самое главное, чтобы стакан удобно вытаскивался из горшка и не доставал, естественно, и до дна не проваливался. Это подходящий вариант. Так, теперь, естественно, нам нужен состав для грунта. Что мы берем? Перлит. Здесь вы можете увидеть вермикулит и обычный верховой торф. Я беру торф большими пакетами, поэтому приготовила вот здесь вот в отдельный стаканчик. То есть тут он такой вот рыжий, очень рыхлый. Любой, в принципе, торф подойдет, какой вы найдете в магазине. Все эти три компонента смешиваются в одинаковых пропорциях. Желательно вообще пользоваться средствами защиты при смешивании этих вот средств, потому что его очень пыльный перлит, и кусочки вот этой пыли остаются в легких, не выводятся. Поэтому лучше его будет сразу смочить, чтобы пыль не летела. Вермикулит поменьше пыли, но тем не менее. Так, теперь добавим торф. И тщательно перемешаем все эти компоненты. Теперь вот уже и пыли нет, потому что мы слегка увлажнили, и сам состав уже не сухой. Достаточно такой вот получается влажный, и удобно вот именно в такой грунт пересаживать растение на фитиле. Так, тщательно мы перемешали. Теперь берем горшочек, сам фитиль, и вставляем его в дырочки. Я обычно делаю это вот так. Можно еще вот таким способом провести один фитильочек по стеночке горшочка. Но мне почему-то больше нравится первый способ. Уже достаточно долго я его практикую, и все нормально. Так, теперь прежде чем мы будем вытаскивать саму ветку, на дно горшочка. Немножко положим в грунт. Разровняем его слегка вот так по стеночкам. И теперь вытаскиваем ветку. Название сорта не теряем. Аккуратно было вот так вот, чтобы корешочки не повредить. Стермена я вытаскиваю. Я вот эти стаканчики повторю не использую. Сразу выбрасываю. Нужно слегка расправить, если стаканчик был повыше, не страшно. Но корешки все хорошие, поэтому ничего не убираю. И просто добавляем теперь грунт. Так как у нас сам грунт уже влажный, то можно даже, в принципе, не поливать сразу сверху. Обычно всегда у меня все нормально. Дополнительный полив не требуется. Но если вдруг вы заметите, что через несколько дней, то через неделю примерно, грунт высох и листочки у детки у вашей подвяли немного, то необходимо будет сверху чуть-чуть полить. Значит, просто не заработал фитиль. Хотя, как правило, такого не происходит. Так, ну вот все. Не забываем верлочок с названием сорта. И теперь ставим стаканчик с водой. Сразу хочу сказать, что вода всегда отстоянная или фильтрованная должна быть. И обязательно с добавлением удобрения. Один миллилитр на литр. Так как грунт бедный, то питание растение должно получать. Но для стриптокарпусов, пожалуй, лучше подойдет такое универсальное удобрение. Хотя, в принципе, я комбинирую и с вот таким удобрением. Можно использовать любое другое жидкое удобрение. Универсальное для цветущих. Самое главное, пропорция должна соблюдаться строго, потому что стриптокарпусы, они тем более не любят перекорм. Один миллилитр на литр, не более. Ну и все. Теперь мы можем поместить наш цветочек на стеллаж или в любое другое место, где он будет расти дальше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...